Впервые огонь из Олимпии к месту проведения соревнований доставили в 1936 году на игры в Берлине. С тех пор и эстафету, и кульминацию церемонии открытия зажжения огня в чаше стадиона каждый оргкомитет стремится сделать максимально оригинальной. В 2000 году в Сиднее легкоатлетка Кэти Фримен по-чуковски подожгла воду в чаше стадиона, из которой и разгорелось олимпийское пламя. А чуть раньше, во время эстафеты, аквалангист перенес символ игр через большой барьерный риф. На самую высокую точку планеты гору Эверест огонь доставили перед играми в Пекине. Естественно, воздух он взмыл и во время церемонии открытия. Гимнаст Ленин поднялся под козырек птичьего гнезда и пролетел с факелом до чаши вдоль самого большого экрана в мире. Во время церемонии открытия Олимпиады 80 в Москве все гадали, как же олимпийский чемпион по баскетболу Александр Белов с беговой дорожки из стадиона доставит огонь в чашу. Неожиданно на трибуне появилась тропинка из белоснежных щитов, по которой великий спортсмен и попал наверх. А стадион отправил миру самое известное сообщение. О, спорт, ты мир. Взлетели пять тысяч почтовых голубей, чтобы разнести весть об открытии Олимпиады. Один из самых трогательных эпизодов за все время проведения церемоний случился в 1996 в Атланте. Огонь зажег легендарный боксер Мухаммед Али, уже страдавший от болезни Паркинсона. Навсегда в историю мирового спорта вошли игры в Барселоне. Открытие Олимпиады 92 года стало культовым. Паралимпиец Антонио Рибольо, стоя в центре поля, эталонным выстрелом из лука отправил в чашу огненную стрелу. Токио во второй раз в истории будет открывать Олимпийские игры. Соревнования 1964-го впервые транслировались на весь мир по телевидению, а огонь зажег Йосинори Сакайи, прозванный атомным мальчиком. Сакайя родился в Хиросиме в день бомбардировки города. Церемония открытия 32-й летней Олимпиады пройдет на национальном стадионе, том самом, где огонь зажигал Йосинори Сакайи. Чем японцы удивят в этот раз.